так вот эта фотография я услышал в вашем вебинаре это следующая тема что одна женщина замазывала глина и рано затянулось совет пригодился глина работает это второй случай фотографию прислали так как у меня собственного опыта нет но я не имею права игнорировать чужие советы потом людмила сфинляндия это вы а это же вы тогда первое мне припоминаю фотографию на ней разведенная глина где-то в емкости кисточкой мазали ваша работа на второй случай вот смотрите рано затянулось глина работает ссадин завязал на второй год после привычки цветочной почки буду ждать ваш вебинар спасибо к сожалению не это уже это попозже написала не могу присутствовать посмотрю запись стройка идет утепляет этот человек я уже не обижаю что у нас мало потом смотрит вот писали мне вот эту фотографию и так осень так созревать яблоко из-за чего не спрашивают почему мой ответ расплывчатый и так раз проснулась осенью значит попутала весу с осенью иначе зачем она засветает значит она считает что это весна к этому приводят два фактора я в целом рассуждаю я не знаю какой именно тут первое после резкого похолодания то что должно было зайти весной то есть расцвести после резкого похолодания вдруг теплее что осень а в этом году всяко бывало знаете с крыму плюс 30 даже до крыма это нормальная погода даже до крыма сейчас вам не дай бог все сколько потерь будет сейчас в крыму как начнутся светать 30 градусов в крыму представлять ну это же вам не июнь июль вот так одна причина и вторая из колеса деревья все путают и тогда тем более если дерево искалечено обрезки тиража на фельсу так часто не часто но происходит вот я показал фильм где это не убирает ветки после вот видите какая гора вот после того когда несколько соток было спирены полностью все деревья которые мы называем называл первое поколение им 30 и больше лет у некоторым 20 и больше лет а вот на всю грустно оказалось что они дали по целом году особенно невероятный урожай наверно это все российский рекорд а может не только все российские вот сейчас где они стоят там все там тысячи десятки тысяч таки не собранных косточек урожай был такой вот у нас ругает у нас с этим в этом я все это выпиливаю уже третий раз важно выпиливался вот надо освобождать место место нет вот прям перед вами видите за забором это заброшенный сад хозяева 20 лет назад уехали а у нас нет закона что не имеем права это самый чек или продал или отдал государству и государство просто забрал сейчас уже никому не нужен и слева такой участок слева такой заброшенный там сплошные березы а вот ну а мы толчемся на своих пятидесяти суток с острова выжили где было 5 гектар в прямом смысле выжили выжгли а здесь у нас пол гектара и вот вынуждены вот если бы государству они нужны были я имею ввиду многочисленные научно-системные институты и даже вузы потому что я считаю что пора эй начальник я обращаюсь к не буду называть по фамилии они изменяются хотя я знаю фотографии и участок на экране мелькает я имею ввиду министр науки и высшего образования когда ваши студенты посадят сады а когда найдут все лучшее что есть у нас вы ведь вас опередили лет на стол я не шучу я знаю что реакции не будет дальше мой брат этот кусочек назовет это самое открытое письмо он монтирует фирму значит писанина то есть это заголовки он пишет открытое письмо министру высшего образования науки это это и еще образование что студенту пора по-настоящему учить каждому дать задание чего хочешь расти сад это будет то и а потом через четыре-пять лет комиссия плоды попробуйте подпишите бог это самая протокол о том что ты достойно это иметь не бумажку а настоящий диплом тебя можно доверить колхоз институт преподавание все же преподаватели такие грамотные только это грамотность отстала на 100 лет уже в курсе узнать пока эти ребята вырастут долго я не доживу вот и получается что ради того чтобы посадить еще молодежь мы я уничтожил несколько десятков деревьев каждый из которого как каждый из которого мог бы обеспечить косточками я не преувеличиваю несколько не и несколько вузов технику даже школьные приусадебные ученики школьные слова приусадебные не годится школьные пришкольные участки вот вот это будущее вот как докричаться до министра он наверное занимается серьезными делами но самое серьезное дело как обеспечить не отравленными фруктами всю страну и не надо обеспечивать мы сами все это посадим для этого надо чтобы вот этого не было вот это вот это вот это мне присылали со с юга люди просто они не понимают они не не доходит до них весь расчет на невежество высказался горько мне горько так я делал фотографии сейчас на секунду знаете иногда слушатели вебинара бывает подают реплику подают реплику подают реплику сейчас посмотрим на эту реплику сейчас опять про мошенничество горько пока я вот честно пока расстреливать не будут это за двойное убийство дают 8 лет причем убийство специального бюджет специально убивал все вот зашов туда обыкновенных мошенников который нас посадить а тут такие примеры приводят но вы без меня выключите телевизор и по центральному каналу показывать никто не ухом не рылом а я все жду когда будет команда пас и никто не дает я имею ввиду данном случае вот этих тех кто обувает наивных садоводов так значит вы видите следующая проблема дело в том что если вот допустим вот этого кусочку сейчас объясню еще раз потому что задурили и тут тоже вот я увеличил размер да если вот этот кусочек нижний этим три года этому два года так а вот этом один год и обратите внимание вы видите все в цветах видите следующее это нормально а там ниже четыре года и этого дерева четыре пять лет снова смотрите внимательно посмотрите сколько цветочек почек до самых верхушек это тоже нормально вот то что вы видите это один а вот этого два года ну надо летних первых этих самых видите и на 2 летних вот видите слева вот это двухлетняя ветка и вот эта двухлетняя ветка на это же или плодовое образование так называю капеца вот шпорцы или просто вот тут вот они вот они виде в порции вот они капеца и даже где ровный участок все равно здесь цветы свои почки полюбовали светить дело в том что или за студентам это преподают или нет сейчас поймете к чему я клоню давайте смотреть сюда пусть остается крупный план вот вот это вот часть да сейчас я вас удивлю вот ветка ей примерно пять лет выше она обрезана но еще не видите что она обрезана и вдруг повылазили мощные прекрасные волчки а на них нет цветов я ничего не нет я вас научил отличать учил а цветов нет смотрим еще один снимок посмотрели выше вот видите почему безобратно отрезанно потому что с трудом доставал вот это сильно высоко и вы видите вот они волчки вот теперь вы знаете что это волчки вот и внимание эти волчки не дают еще они бесплодны они окружены дико и страшно ненависти они все должны быть уничтожены они называются бесплодными ни один сотен автор включая преподаватели вузов этот министр высшего образования и науки включая преподаватели вузов не знают что они через год заложат цветочные почки они раз навсегда признаны бесполезными отнимающими силы и требует уничтожения а для этого что происходит сказать что происходит вот здесь происходит страшные раны потому что вас не просто научат вырезать запады со но сейчас скажет оставим ли маленький маленький миллиметровые привычки и тогда деревья эти зарастут эти самые и вот это будет уничтожено они вот раны зарастут никогда поверьте человеку под к настоящему патологоанатому кто-то из вас сегодня или вчера написал вот то что пилили вот это то что вы видели дети таскает там еще сколько доказательств того что там это распиленный поперек может быть потому что никогда ученые абрикосами то они 28 года 20 век 1928 года считается бесперспективно такие специалисты супер как допустим ну байкалов да он фактически на современник недавно умер царство небесное все несколько лет назад он же этим занимался вопреки он изгое от науки то вы про это не знаете он изгое мне проще они с вами меня туда просто не подпустили а вот туда он же был директор минусинской опытной станции вторая по значимости на всю сибирь вторая по значимости вот а по большому счету откуда они знают и почему они не знают что то что вот это вот все начнет плодоносия через год это разница в чем ну-ка еще раз здесь была последовательность объясняю еще раз почему ну когда то ж надо же института чтобы студенты знали три года два года год и естественно что теперь однолетки приросты последнего года вот они спокойненько плодоносят на приростах последнего года и не верьте тем кто переписывает десятки лет а сами тиражирует статьи ролики а сами не знают что просто это как раз и у яблони часто и в абрикосов у груш часто да вот и в абрикосов особенно часто плодоношение на концах веток плодоношение на приросты последнего года но когда вдруг выясняется что делается грубейшая это называется обрезка на моложение я специально на этой фотографии не видно ведь она там выше откуда взялись вот эти просто а потому что деваться некуда и тогда проснулись не почки ростовые они бы сразу вы стали этими плодовыми видите их нету тут еще раз показать вам вот и почему их нету нету здесь нету здесь да потому что они из клеток это клеточный материал особый и мне такое подозрение что впервые вы услышите не только вы если сюда заглянет министр науки и высшего образования сказать господи да это во первых не может быть а если железо прав то господи срочно меняем программы отменяем вот эту дебильную обрезку даже не обрезку а уничтожение волшков поняли к чему я клоню давай открытое письмо министру вот помилю пока не говорю ладно вот еще видите вот еще ну а дальше обратно есть такое понятие есть как это обеспечить обратный рост я до сих пор не встречал его как официально такой обратный рост и надо мне кажется что когда режешь верху вот так то тогда естественно не заполняется ветками то есть они вынуждены просыпаться из этих клеток прямо на таких штамбах и получается такая картина может это обратный рост может кто-то скажет если среди нас исполнили не помни меня такого же ума и но зато более грамотный или начитывает вот этот момент и естественно их тоже нельзя обрезать вот и впереди смертельные обрезки смотрите для это только сейчас переживали страшную жару в европе потом выпали выпал снег потом сказали не переживайте еще снег растает короче смертельные обрезки еще впереди вот я сейчас решил пропустить если я набирал так фото значит идет схемы обрезки и там тысячи в общем вся планета и особенно раз мы смотрим яндекс а яндекс это же что это же российский канал то есть там все-таки большинство материалов российских русскоязычных ну включая полет и прибалтику беларусь украину это самое казахстан и так далее вот все это российский канал естественно там схемы эти касается больших нас а у нас самый страшный климат это даже не молдавида это не голландия не испания нет они не италия понимаете да вот а они продолжают эти схемы вставлять где угодно и под эти схемы вылезает на эти на каналы что что этот самый и учат нас уничтожать деревья прямом смысле вот и тогда еще что нужно опять уже на счете закон догадались какой вот ну кто вступил с нами до брат в открытую схватку это та самая сладкая парочка попросить сутимирязевки вот которые увидят что дерево умирает естественно они не знают почему он умирает скорее всего подопливает корневой шейки на 90 процентов а на все остальное остается 10 процентов они пройти 90 не знают не слышали и понятия подопливания корневой шейки основания штампа заглубление заглубление в яму заглубление почву вот уничтоженная почва вместе с сервями они про это ничего не знают но зато четко освоили четко круг дерево загущено проезжаем и делаем что чашу вот это вот самая чашу я вы показываю поняли а когда одна из этих дам я никогда от них не отстану знаете как казалось бы пора от них отстанет зачем их высмеивать если раз дело в том что они никуда не делись раз во вторых оскорби меня моего сына моего брата прямо в смысле вот помните одна фраза там была жизнь прожил ума не нажил как это я забыл кто Ольга или Наталья так вот как одно из ваших когда еще не дошло до скандала вы сами режете вот я вот эту фразу я перевел как как у детей сам дурак то есть у нас выставили дураками сами режете на сам дурак вот так вот а вот это вот свежак ребята усадьба когда я сфотографировал первого октября прямо я быстро быстро хватаю дрожащими руками успеть 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 в это время человек выпилил вот этот центральный проводник и сказал только держите за стулья почему он взял сделать эту кромку знаете почему сказать он сказал а вот теперь он заживет я уговорю даже не то что вот такие вот раны как блюдца а даже вот такие раны сбоку везде не заживает ни одна ни одна вообще они то им кажется что чуть-чуть там это была вот такая а потом стала вот такая и не понимаешь а пока была такая внутренности уже омертвели и она стала через 10 вот такой да дальше заживать не будет исключено потому что все омертвело ага зажила и приводит это в качестве в схему вставляет вот эти фотографии не понимаешь что есть люди которые действительно прошли весь этот курс молодого бойца как я вырезал губил вырезал губил вот это вот пожалуйста и дерево это выбрали вот она уже все покрыта этим самым лишайником вот они то ли грибы то ли лишайники вот что такое среднее вот это вот и есть современная вот нахрена было это делать в октябре двадцать третьего года что заняться нечем в это время но может быть они в сентябре выпиливали а показали 1 октября через 10 дней допустим ну что делать нехер вот чем зачем чтобы вот эти вот полчаса ля 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 получить гонорар вот тысячи людей научили уничтожать деревья вы что думаете если вот здесь страшнейшая рана а вот здесь где палец большой сюда мороз что не пойдет это как дом без крыши без дверей без окон даже еще страшнее представляете это если полностью крышу дома снять вообще вот убрать крышу все и поживите в нем вот так вот вот ваша эти чаша вы хоть об этом знаете вы не только начитались других по наслушались преподаватели которые из поколения поколения закончил вот он пятерочник ему говорят оставайся в институте а в институте садить не учили и он передает эти знания про эту чашу вот пожалуйста как вам чаша а ольга а вот это вот я просто взял знаете как сейчас я скажу почему вся улезла не все сейчас вот вот я нашел смотрим как учат нас вот тут учат подумаешь якобы сюда мороз не пойдет не не пойдет вот где внизу слева не за слева мне не пойдет шоу зачем он туда пойдет потому что надо сделали вот это вот учат нас узнаете что вот это крест это значит нельзя так делать вся а вот еще один крест тоже нельзя делать а теперь смотрите буквами победа вот как надо то смотрите якобы вот это вот понятно будет отмерзает это же сюда ну как бы этот капельницы замерзет плохо вот это равно сильно большая плохо и вдруг такая же как правая в среде вот смертельнейшая рано сюда пойдет в ней сок пойдет и мороз пойдет все это место будет перекрыто морозом омертвление а и схему доза блоку поучить надо рассказать надо все надо в серебрянике надо заработать я не говорю деньги потому что считается когда деньги называют серебряниками это значит подлые деньги вот это есть подлые деньги все три схемы все три варианта смертельные и вот наконец вот хорошо догадался сделать вот видите вот это вот смотрите внимательно в это значит победа это правильно вот еще раз согласны что это это что у них это плюс положительных и вот теперь они нашли было страшно рано она не дальше она больше не на миллиметр меньше не стоит они считают что она заросла и вот это и студентам и школьникам и всем обязательным садоватом будет давлять делайте рано на кольцо вот что страшно ребята вот я не мог я вам лет пять назад я это все показывал ну прошли годы а вдруг кому-то еще это моя фотография вот такие деревья вот у меня растут кого бы туда зашел бы заслал казачок без меня фотографировал потом бы выстрел на все все более железо какой милит право учить давние деревья все избиты у него деревья все в этом в грибах вот ребята это гриб трудовик это трудяга там где мертвела ткань там его место его нельзя трогать он частично выполняет роль чего шубы слова шуба запомните может еще дойдем до нее сегодня а вот еще раз дойдем не могу забыть доктор наук когда говорила что раны не имеют вот эти на дереве на кольцо никакого значения вот ее фраза потом подробнее это жутко доктора наук у меня же все же сохранилась в архиве подумаешь внутри такая температура как и снаружи это зимой допустим минут 40 да внутри такая же как и снаружи не понимаешь она туда-то и запустила минус 40 всего такие раны сделать не понимая этого не понимая роль коры которая является препятствием и там ведет жизнедеятельность пусть там будет не 40 но 30 уже будет 35 этого никто не знает но это отдельный разговор омертвение ткани это еще не смерть она мне дала двадцать пять лет это дерево и еще даст это сам не одну сотню вот понимаете не трожьте но потом какая-то шуба придумать такой пример ну возьмем примеру шубу доктор наук внутри такая температура как и снаружи и этим оправдать раны на кольцо страшные на штамбе вот таком мире мы живем а я тогда это я уже погнал эту шашкой махать только в эти в газетах вот ну вот это вот те самые русские проклинаемые верхней части становится вот так нижней части и прямо из ничего из клеток появляется будущее крона почему эти деревья почти стоят только вверху начинают она никогда не просто так не появляется это сигнал на верху не благополучие выше там уже частично мертвление идет штамбов уже штамбов веток вот и тогда можно тут отрезать 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 и дерево будет плодоносить еще долгие долгие годы вот так вот а потом начинается вот такая страшная вещь дайте я скажу подарил бы я больше часа говорил я сейчас подарил кипяточку и продолжим я очень надеюсь что я не надоел потому что где-то повторяюсь я нахожу новые фотографии потом фотографии можно любого вывода сделать например что вселенная конечно вселенная не бесконечно бог есть бога нет по одной начинала повторять и повторять приходится брать начинки много сотни обязательно ветка мерклёная тут же рядом ни черта ни одна не страдает ни одна пока не бы не подойдешь секатором вот вот такой пример вот такой пример пока не отрезаешь ведь зараза все общить я уже сколько фильмов показал сколько гостей водил кости это как свидетель посмотрите ничего не выдумываю только отрезанный отмирает причем отмирает не так и хоть они тут вот заль тут у меня ну я уже показывал там такая же схема значит одна вот так же вот видите одна сюда один рисунок там отрезается аккуратненько выше почки по 45 2 под 90 градусов получается длинный средств светосветление третье остается пенечек во всех случаях мороз пошел сюда все ребята вот куда пошел мороз благодаря этому и чихать ему этому морозу что здесь почка как бы ты возле нее не изгалялся отрезая под таким углом под таким ближе дальше оставляя 50 не оставляя вот понимаете вот тут где-то была схема то да они так как видите вот он пенечек вот он пенечек а вот да вот сейчас вот это оказывается погибнет а вот такая оказывается погибнет вот самая левая самая права а средняя это вот как кажется как чё-то зла хоть тут одна почка будет хоть это уже годовалый прирост все одно не трожьте я не будет просто еду фотографирую мне не было ни одного случая чтобы отрезана была взрывая и тут же ветка вот смотрите вот допустим ветка по саму центру вот она растет середку она неправильно и надо уничтожить она растет неправильно это неправильно она не понимает все эти специалисты что привитое дерево она растет трудных хочет потому что это ветка они это не из семени вылезла там пропорциональную состава все нет здесь хаос потому что все пережили перекорежено и дело и вот она допустим живая тем более зачем ее отрезать стать нет заставят так вот я и будет еще одна рана еще одна смерть никогда не было чтобы такая отрезал как бы аккуратно не отрезал хоть с аппендицитом хоть так вот так вот а замерзла нетронутая а целая которая отрезана так нахрена нас призывает бесконечным обрезком вы видели вы видели еще ребята вот это вот моя одна и фотография для я использую эту фотографию для будущих учебников мне повезло это тоже красный хутор это можно идентифицировать так вот чтобы идентифицировать значит это через два дома от меня так значит купили у меня шелковицу через пару лет я пошел посмотреть там хоть бы с улицы как бы большой большой крюк поэтому я только через два года отобрался или ты объясняю что случилось когда случается это учеба когда случается что кончики веток тонкие 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 плюс это шелковица стоит только чуть-чуть верхушечки прихватить морозу не дай бог прищипывание идиотское я ненавижу вообще как понятие прищипывания нельзя вообще раз или обрезка как это помните специалисты вот так называемых их мороз чуть обрезку делать мы чуть-чуть чуть-чуть прихватил и вылазит максимальное количество почек максимально и получается шар вот не не понимая самого природы этого шара что когда веточка каждая они же соседи же не подходили к нему секатором я бы сказал руки папа по отрезая весь секатор возьмете руки прошло ну сколько года три она превратилась в шар большинство веток стала стала расти и вот получилось такое создание а если бы не дай бог сюда запустить этих же самое они бы сказали так все что ниже метра отрезаем да ольга а выпускница теми резинки а здесь надо было вырезать еще сверху вот так виде шара обманом виде чашу представили да снизу отрезали это примерно одну треть это книзу дальше ниже гола одни раны сверху чаша вот такая а остальные еще не все осветлить так чтобы насквозь проходила солнце это бы они сделали после этого дерево благополучно умирает поняли да вот это одна из фотографий которые дает мне право говорить я наблюдательный у меня каждый год подмерзали кончики веток и каждое мое дерево превращалось в шар вот с максимальным количеством веток загущением но целиком вырезать я же тогда помните я рожался вам вот это были еще сеянцев эти вот эти сеянцевые деревья а когда я все-таки вышел на новом уровне у меня было всего одно дерево из этих самых женское подчеркиваю укорененное и одно единственное когда вот такие ветки с укорененного это другое качество это уже плоды настоящие не вот эти вот мелкие а настоящие и тогда оно у меня начало умирать хорошо вылезла снизу ветка та самая которую надо было уничтожить она же волчковая и та ветка через три года снова заплодоносила и теперь у меня дерево восстановилось чудом вот это при том что я естественно аккуратно вырезал не все вырезал продавать-то надо было кушать что-то надо вот такая случилась история еще раз не подходите к деревьям сколько надо столько дадут больше никогда не дадут режьте убирая часть веток убирая часть листья ведь мы же к фотосинтеза не будет с каждой отрезанной уничтоженного листика фотосинтеза не будет вот это вот не будет дерево уже никогда не станет таким каким она по должно быть без обрезки никакой это не уродство когда вот она видите 7 среди никакой это не уродство никакой это не загущение понимаете это не загущение это норма спасибо этой фотографии нашел я у себя в этом как он называется у себя в архиве вот здесь посмотрите здесь плохо дело да это груша она умирает вот время пришло скажете нет достаточно молодая вот груши особенно самое ценное потом я покажу та же самая листая красавица где мы а где а франция естественно короткий век но я специально взял такую фотографию для начала ничего не пойму видите умирающие дерево согласно внимание это она сейчас чуть поменьше делаю это вся не влазит это она что мы видим теперь мы видим что я железо с нее брал ветки одна вторая вот здесь еще плохо видно где-то еще третье вот я брал да мне нужны были черенки отрезал ветки вот смотрите пошел мороз а это нежное дерево это та самая лесная красавица обидно страшно ну как вот и чтобы не трогать вот сейчас ну нет у меня столько земли не даст никто земли не даст вот я бы волевым усилием отдал бы это савинич и еленя зелезова сергеев молодые молодые на какие они молодые сам они уже опыта настолько это и не далеко не деть они вы могли бы активизировать как академию за 5 лет сделать мировым брендом компанию взять этих же самых самых крутых садоводов они кто есть будущих садоводов то есть прошлых садоводов взять тоже компанию министра науки и высшего образования сказать твоя фамилия будет первой потом пусть будет сразу им не дадут командовать вот я бы этого того же ну мечтать не вредно да вот те которые сейчас командует тебя я посмотрел что не врачи это польза от них нет допустим рыкалин умнейший мужик высшее образование сельхоз опыте административного дайте ему кими языку пусть он станет там как их зовут ректор проректор нет ректор или там директор вот возьмите туда железного сергея он давно не мальчишка догадать сколько вы лет если мне 73 значит диплом есть есть зам по производству или на савинич вот-вот кандидат наук года не пройдет зам по поэтому по науке отдайте отдайте и вот этого не будет если в сибири такого добились и опыт есть его ошибок не повторим и площадь гектар чтобы я не вырубал тут это сама не вырезался ради чего-то нового то что да вот отпилены мной деревья вот эти вот выбирали в общей сложности за три раза и штук 30-40 абрикосовых и деревьев только абрикосов выпил да вот ближайшие 5-8 лет всю науку бы накормили и вот тогда бы не пришлось как вот это северный трюк якобы ой замерзнет замерзнет как укрыть это знаете попалась на него худо удержаться не могу еще ну сейчас осень на счет по теме или как вот это вот мария смольникова у придумала осенную обрезку холловидной сливы гражданка смольникова я извините что я чуть не сказал слова вы выеживаюсь да вот я ерничаю я вас усмеиваю вы хоть что-то понимаете в том что у вас столько подписчиков столько просмотров да вы хоть понимаете что на планете запомните напишите где-нибудь потому что это так трудно перестроить мозги так как и не только вам тысячам других на планете нет ни одной колловидной сливы их нету ни одной колловидной слив не бывает на каждый третий год там где густо-густо растут сливы вот они у вас видите вот они нарисованы пусть фотографируют на третий год в этом месте пустая как коленка голая штамп или ветка голая и никаких самый больше не повторится это касается всех абрикосов ни одного колловидного груши ни одной колловидной сливы ни одной висе ни одной через 7 1 песика не одного вы понимаете ну мало того вы обманывая обманывая продавая колловидность его якобы вы придумали обрезку после посадки и таких нету поэтому допустим подразумевается слива ну схема взята из-за интернета это понимаете да первый год распушилась на второй год снова обрезка и самое интересное что обрезка после посадки надо описать во время посадки или чуть-чуть до посадки но пойдет это ценнейшее наблюдение вот тут вы правы только что вы сами может этого не поняли насколько вы удачны схему нарисовала насколько она удачна потому что при посадки на схеме на левом саженца отрезана часть крови поздравляю вот мы сами этого не поняли ну справа там понятно чтобы загустить понятно потом очень заняться потом приезжает собой собой вот но при чем тут а вы почему не нарисовали на схеме колновидность слива то есть с одним этим или еще знать как делают вот так вот находятся сливы а у них а есть такая порода слив называется венгерти вот так же как груши и сливы у них это их природное явление не колоновидность а псевдо колоновидность вот видно меня нет вот это псевдо колоновидность то есть они стараются глядеть вверх это их особенность миллионолетняя которая отложилась в генной памяти теперь они вот такие вот это касается груш большинства и это касается именно слив вот вы просто первый папаш фотографии взяли вроде солидно выглядит но колоновидность слива если бы они были их нельзя обрезать вообще потому что они наоборот распушаться и тогда вам скажут вы чё обманули нас это просто слива которая распушилась вот цель была благая побольше урожая но запомните никогда когда вы отрезаете часть даже здесь вы знаете я затошный я не могу иначе это почему я жду когда-то вот так вы понимаете вот зачем тот автор он никакого отношения к вам мария смольникова не имеет и какого а здесь просто смотрите было в начале сделано чтобы она распушилась зачем-то на кольцо вырезана целиком две ветки три включая вертикальную сильно подрезаны две вырезаны а на хрена было тогда вот это делать пусть бы она росла колонны вот это моя холодно я не болту я готовился вебинар смотрим еще раз вот так нет опять не влазит еще вот так вот это моя колода до венгерка да вот так или и несмотря на то что я их обрезаю каждый год это маточное дерево она дает побеги которые снова отрежут и не видите красавцы вот вот они это вы мне по 200 рублей за такие будете платить я уже сколько деревьев загубил вот и даже при этом она сохраняет это не холловидность просто она сохраняет почти вертикальную форму из-за этого их господи я железу ну почему я таким родился уродом извините сильно честно ведь если бы я назвал его колонны вот а фотографии то вы видели это ужас там там не там из-за плодов деревьев не видно я помню три раза дороже бы продавал и ветки и саженцы назвать ну кто мне мешал бы назвать колонны почему я такой урод который сказал себе в этой жизни ни одного человека не обманул я готовлю следующий вот так вот ребята и к чему это было осеннее обрезка осенью отрезать два вот этих целиком вот вот еще раз вот вот две ветки видите пунктиром целиком чтобы дерево загубить осень впереди зима ты чем-то думаешь или не думаешь о смольникова разве можно так подставлять людей а